Жириновский великий человек Для меня Жириновский это отец, вождь, учитель. Будет непросто, но нас объединяет его память, будучи профессионалами, как решать те или другие проблемы. Мы сохраним и умножим, укрепим позицию ЛДПР в России. В России ЛДПР будет, безусловно, сохранена, укреплена и будет, без лишней патетики, одним из полюсов не только в российской политике, но и в политике мировой, поскольку вокруг ЛДПР наших подходов консолидируется много людей в разных странах. Советовался с ним на тему Совета Европы и его парламентской ассамблеи ПАСЭ. Жириновский считал, что либо надо выходить из ПАСЭ, где нас только шельмуют и делают изгоями, либо создавать свою политическую группу. Мы советовались по многим вопросам и внутренним, по Москве, которую я хорошо знаю. Он очень эмоционально, горячо отстаивал, иногда даже не принимая каких-то других позиций, свою линию, но умел прислушиваться на человек, который умел слушать. Давайте находить возможности, на нас большое давление в наших столицах, давайте работать, давайте находить пути. Именно оттуда связки с многими политиками, в том числе и первого эшелона в своих странах, которые приехали в 2014 году в Крым и доказали, в том числе и мои друзья, французские депутаты и сенаторы, то, что там вовсе не угнетенное и прорабощенное население Крыма, а там счастливый народ. Многие из тех западных политиков, которые сегодня нас поддерживают, вышли именно из наших контактов на площадке ПАСЭ. Владимир Вольфович всех их знал, со всеми встречался, советовались, как выстроить те или иные наши шаги, которые приведут к обрушению выдуманных, вывертнутых антироссийских заведомо подходов к нам на Западе. Мне это никак не мешает. В Америку я ездил как член нашей делегации на Генассамблее Организации Объединенных Наций, утверждаемой президентом. Правда, последний раз они не дали мне визу. Это не страшно. Мы все равно в контакте. Консервативная, традиционалистская, одноэтажная Америка выступает за нормальное сотрудничество с Москвой, с Путиным. Они невидимки. Они выглядят так же, как мы. Их так же зовут. Они говорят на том же языке. Они воспроизводят своих дедов, которые участвовали в Волынской резне 43-го года. И если это не довести до конца, остановить специальную военную операцию, то все эти уродливые явления, которые возрастали на Украине в течение десятилетий, имеют характер возвратной пружины. И мы должны поддержать президента и побуждать правительство быть гораздо резче форсирования. И мой учитель Владимир Вольфович Жириновский, портрет которого ты сейчас держишь в руках, учил как раз именно этому. И если мир требует уничтожения врагов, мы должны уметь отразить их. В противном случае уничтожат нас. Но мы знаем, что наше дело правое. И мы, конечно же, победим. Субтитры создавал DimaTorzok